Блин, еду я тут к Сане с Максом, они там УАЗ чинят. Сейчас попробую, ну сейчас я догоню, я не на мечте, на гранде. Тут такой смарт повернул, это надо видеть. Давайте сбоку, давайте сбоку, я вам покажу его. Да, серьезный аппарат. Вот, очень круто выглядит. И свежий, наверное, я так в смартах не сильно. Как стартует, бодро стартует. Тут еще в свете фар моих вообще. Да, хорошо едет. Всегда интересно, как на этих дорогах эта машина может передвигаться. О, ушел. Красавчик. Ну где вы, люди? О, тут тихо, музыка не играет. Малер спит, да? Никого нет, говорят. Нет, кто-то есть, кто-то есть, кто-то... Ох, елки-палки, это жесть. Это жесть, подожди, я покажу. Охренеть вообще. Подожди, это... Ты как дипломат. Это что? Я как дипломат. Ну да, с портфелем, ноутбуком, в котором надо, блин, видео... Где-то розетку надо, Саня, включить. Вся жизнь. Взадите. Розетка. Нет, так еще ноутбук надо куда-то положить. Вот, это тебе все удобно. Давай какую-то отдельную полку изобретем. Так, расскажите, что это? Это масло. Это масло. Это было масло. Коротка, раздатка и... Офигеть. И мотор. Нет. Что, с мотора? Нет, мотор не сливали. Еще не сливали? Сливали. Отмыли? Ну, мотор вон. Давай. Ну, вот с мотора. Ну, была еще эмульсия. Ну, уже более-менее, да? Да. Но... Это жесть, конечно. Я не понимаю, санник не вытер. Нет. Там дубовый, Макс. Ты просто потрогай этот и потрогай тот. Так, а через поддон не может попадать нигде? Кожух тогда был высокой. А так, получается, махалый. Так, а где он? Ну, так, то вы порвали, вынимали? Ну, да. Макс, ой, Рус, смотри. Так... Все в масле. Все в масле, да? Да. А сцепление не? Сцепление не? А сторона сцепления сухая. Сцепление сухое, да. Сцепление сухое, да. Да, это вам не залупазлик. Так, вы до сальника. А переднее? Может, через передний? Смотри, как мы сюда заезжали. Вот это вот... Текло, как из ведра, да? Места, где просто... Парковал, ну, парковал. Запарковался. Да, смотри. Так это же на холостых. На холостых, да. И вот это через сальник такой может быть. На, подругай. Блин. А ну, давай, подожди, давай сальник сравним. Да не, ну, нельзя сказать, что он такой, не, ну, мягче, понятно, новый. Ну, такой, что прямо дубовый. Можно это самое. Когда мы... Может, забился салфон? Реально. Охрен его. А, типа давит... Который фильтрует... Не, ну, смотри. Течь может или только с поддона? Нет. Ну, с поддона не может таким напором течь, правильно? Да нет. На ровной дороге. Ты понимаешь, какое-то избыточное давление появляется. Избыточное давление. Просто так оно не может... Ну, ты сапун откручиваешь, туда спокойно воздух идешь. Не, не, ну, если забит... Не, ну, оно все равно, Макс, оно только завел, и так течь не будет, даже сапуна. Скажи, Саня, я сейчас в интернете посмотрю. Вот это где в Новых Газельевских сапун, там сеточки есть? Сеточки есть и в твоем. Везде есть. Может, это надо снять, может, оно просто... Ну, писали. Мне когда-то писали тоже, когда текло-то даст... Ну, не знаю, давай смотреть. Не знаю, 100%. А что это? Все в порядке. Да? Так, подожди, давай снизу уж хоть что-то глянем. Там что-то видно? О, красивое там все такое, слышишь? Блин, здоровая, конечно, такой моторяка нормальный, трехлитровый. Поэтому и едет в порядке. Ну, 2,9 точно есть. А может, и есть и 3. Да, огонь. Ну, самое большое, что, короче... Что на холостых не горит масло, да? Мы начали смотреть, типа показывают на холостых 0,5, 0,3, да? На... На механике? На механике. А когда поставили датчик, то на холостых датчик не работает. И когда вот уже максимально убираешь холостых, он... Надо тебе датчик было купить. Вот что надо было купить. Мы купили, он просто здесь лежал. А, есть датчик? Да, да, поставили сейчас, он работает. Ну, не датчик, а этот самый, лампу. А, на лампочку. И лампочка на маленьких-маленьких оборотах начинает жеврить, такая, значит, еле-еле... Так это уже на новом масле? Да. Поменяли уже? И прогрели машину, как вода слилась. Да, в общем, масло как вода. Мяскость ее вот тут. Ну, значит, смотри, покатаешься на этом чуть-чуть, и потом возьмем 10W60, зальем, и будет огонь. Угу. Зальем 10W60, там масло, конечно, ну, там бомбовое. Я даже на Запорожце тебе скажу, что, ну, там, где горело, вообще без вариантов светилось. Я залил 10W60, и она, ну, она промигивает. То есть, она, ну, видно, что вязкость выше намного. Ну, на холодную вообще там давка в порядке была. Ну, 60 и 40 есть разница. Так, фонусами, ставим назад. Ну, да, тут больше течь особо и негде, да, получается. Я думал, может, и заглушку какую-то, посмотрел, вроде заглушки все набили. Ну, прям, ты видишь, какая-то... Да, вижу, вижу струя. Мама, не горю, уже показывал. Слышишь, забей, забей, может, где-то в это. Вот там фильтр, да? Забей, подожди, Макс. Фильтр сапуна. Да, забей в YouTube, в YouTube забей. Как определить забившуюся вентиляцию картера, да, или сапун забился. 421-й. Вон, мембраны все забиты, видишь? Ага, о. Ну, да, как причина. Вот это избыточное давление. Может быть, вполне. То, что сальник чуть подтекал, это одно. То, что оно сейчас... Подтекло, как из ведра? Да, да. Согласен, надо смотреть. Потому, что не может так, так течь просто сальник. Это просто там, внутри мотора создалось избыточное давление, но его... Ну, после того, как там 20-15 литров воды туда попал. Самое слабое место нашло. И выдавило. И задний сальник. И передний же потек. Потому, что было вообще давление сильно. Задний начал сильнее течь. Ну, я понял. И передний перестал бежать. Угу. Так, а где надо добраться, снять тогда? Это сверху. Сверху? Да. Да, как вариант. У тебя тут коробка-раздатка. Все на месте. Я думал, они сняли. Оно тут все висит. Оно компактненькое все. И... А что, здесь сцепление нормально, Макс? Ну, да, он же... Это ж ты мне делал. Почти не ездил. Да. Почти не ездил. Больше точно. Нет, новый. Маховик новый. Ну, вообще у меня новая машина. Да, новая у тебя вообще... На гарантии. Исправляй цену, наверное, на 14. Короче... Уже жалко. Уже жалко. Не, уже не продается. Кто не успел, тот... Не, ну... Кто сильно хочет, конечно. Какой сальник колемала стоит? Магнитный, блядь. Это дополнительный. Да? На 1,4. А? Дача колемала. А, дача. Дача колемала и как сальник он служит. Нормально. Так, друзья. Сальник, сальник. Корпус металлический. Забивать неудобно. Но Макс пытается. Близко лучше не подходить, мне кажется. Он с тяжелым предметом в руках. Там премьера начинается. И Саня ищет запасной сальник. Книжная полка. Как в детстве. Это полка книжная, говорю. У нас много было книг. Мама любила книги. И было очень много. Полок больше 20. Наверное, было 30. Да. Ох, ёх, ханы бабай. А кто это? Какой-то знакомый мужичок с усами. Да, Александр. Пластинка целая. Круто. Не потеряй ты, что. Надо? Да, давай. Спасибо. Надо углы аккуратно. Спасибо. Вот это я прибарахлился сегодня зачетно. Там еще Высоцкого много где-то есть пластинок у нас. Макс продолжает неравную борьбу с сальником. Сколько время? Время. Не знаю. Сейчас посмотрим. Полвосьмого время. Ровно в полвосьмого премьера началась. Чуть позже, чем планировалось. Но такое начало фееричное. Кто не смотрел? Опа, что это? Опа, это моя тема тоже почти. Спасибо. Нормально прибарахлились. Так, сальник не хочет заходить. А размер хоть может штангелем померить? Может размер не тот? Да все пишут, что типа не... Тяжело, да? Тяжело, да. Попробовать, может, на наш дачку? Пройти. Так, блин, центровки не будет. Потому что там полумесяц идет. Понял? А он идет... Не идеальный, да? Не, он... Когда снимается поддон, ставится вот этот сальник и полумесяц... А-а-а... Прижимать. Прижимать. А-а-а, так, конечно, так сложнее. А снять сложно так? Ну, это весь поддон снимать. Прокладки опять. Блин, вот это засада. Макс решил бороться радикальными методами с сальником. Ну, может, получится. Будем надеяться. А ну, на крайняк завтра купим другой. Макс победил сальник. С помощью нам дака. С помощью точила, зубила, молотка. Мать, вспоминал, ты тоже, да? Нет, нет. Нет? Еще раз. Просто, да? Вытягивай. 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 Не, вытягивай. Не, вытягивай. Будет в субботу оффроуд. Макс говорит, поедем там, где мы были. И мы все равно там проедем. Короче, я вам рекомендую подписаться и ждать. И ждать. Тут еще куча материала с субботы. Там много было интересных моментов. Нива там зажигала. В общем, все увидите. Что вы задумали? Так, это еще не все. Так, бери за кортан. Приподнимайте. На мой это. Что такое? Что, земля? Не скучная в рот попала? Там лампы не придавите? Нет, ничего. А, ну подушку тут не снял. Так, сейчас сапун еще посмотрим. Это сейчас чуть на место, чтобы опустить машину. Нет, чуть-чуть. Не, не, тебе высерну жопу. О, вот так вот. О, красиво. Лен, смо аккуратнее. Я что-то не тону. Что это? Блин, что-то... Это жесть вообще. Я не мою. Ну, не мою. Чья-то нет. Это твоя. Тихо, Макс. Ты запидал зерк, чтобы тебе в салоне дуло. А. А, возможно. Спрашивает его, Леня, сколько у тебя хоккейных шайб, Макс? Макс говорит, где-то 32, наверное. Или больше? Нет, меньше. Меньше. 24. Ну, шайб нормально тут. Сейчас, подожди. О, подожди, здесь оно вот на это... Короче, сейчас подушить. Время на коробочку накинуть, чтобы опустить машину. Чтобы опустить машину и посмотреть, что с сапуном. Кстати, и сапун сразу купим утром. Что там нужно будет. Блин, тут высота. Думаю, сейчас посмотрим. Он опущенный, что поднятый, что опущенный. Нет, это фигня я не опускал полностью. Я понял. Что там фигурное? Да. Я не могу не найти. Так, места много достаточно. С этим мотором. Макс, у Макса электронасос стоит. А что он качает? Для подкачки. Ну, когда получается с газа переключается на бензин, получается? Да нет, ну, когда длительное время... А, когда стоит долго. Стоит, чтобы это самое, чтобы не трезть туда. Блин, тут заряжена машина, серьезно. Там мы сегодня носы перестали, у нас вентилятор перестала работать. И что, страшно было? Ну да. Макс снимает... Я его снимаю, он снимает... Крышка вентиляции, да, или как она называется, наверное. Сейчас посмотрим. Интересно даже, что там внутри, кстати. Это, наверное, жопа. Это, наверное, жопа. Скорее всего. Макс тут снял незаметно. Нет, она дует. Дуется нормально. Дуется нормально? Ну да, и так вроде чисто. Относительно. Вода внутри была. Вода внутри была. Эмульсия просто поднимается в самый верх. Вот тут будет. Сейчас мы посмотрим, что там за мембрана. Может быть, она... Может, она в ту сумму... Дуется? Нет, так ты на себя можешь потянуть. Дуется или нет? Потянул. Дуется, да? Да. Ну, значит, просто сальник устал. Ему же сколько, 500 лет в обед тому сальнику? Ну, покупки машины. Ну да. В каком ты году ее купил? Все, в регионе, в 16 декабре. В 16 декабре... А к нам, когда приехал? В 17? В 17 декабре. В 17 декабре приехал. Ну, в декабре на покатуху ты приехал. Да, в декабре. А у тебя что, примеры там еще идет? А, мембрана осталась. Целая? Хотя вот что-то. О, эмульсия там тоже, да? Угу. Так, а где фильтр? Или нет? Там мембрана просто? Да, сейчас мы ее вытрим просто. Так, а принцип действия? Как она работает? Оно? Как она работает? Как-то работает. Да, эмульсия вот здесь есть. Как она работает? Принцип работы. Подается сюда. Ну, она не дает в одну сторону. Оно держит это. Держит само масло, наверное. А, ну подожди. Масляные пары. Вот сюда упирается, да? Или нет? Подожди. Что-то не хватает. Тут штока не должно быть. Получается, если избыток этого самого, воздуха много, так, она просто закрывается пружиной. Понял? Она втягивается сюда, в себя. Если сильно много воздуха. И получается такой звук, как у немцев стоял, вот такого плана, такой звук. Когда заглушил, оно и воздух еще сосет. Да. Чисто теоретически. Убедились, главное, что все нормально. Все дышит. А там ниже, там уже некуда, да? Там просто с картера идет напрямую, да? Макс. Сейчас покажу. А, ну, тут все. Все чистенько. Все чистенько. Таня, ну, мотор почти новый в идеальном состоянии. Поменять вкладыши. И все. Да мы ж мерили. Давление хорошее. А, ну да, датчик. Не, я думаю, 10W60 зальем и не надо мучиться будет. Поставили датчик на масло. У меня оно раньше так и работало. Я помню, на таких, на самых малых оборотах, оно... Подмигивало, да? Да, подмигивало. Вот, когда, знаешь, вот... Так, а прогрели полностью? Да. Можно Волгу так настроить, что... Ну, да, что низкие обороты очень, да? Да, что оно чух-чух-чух. Да, да, совсем внизу. Вот, на вот таких вот самых низких, я не знаю, может, 500, может, 400 оборотов показывать, и оно вот начинает... Ну, погрехность, погрехность датчика механического и этим самым электронным вот этим датчиком, что у нас получается единица. Разница? Да. У меня, получается, показывает и тройку, а у меня тройку. Ага. Ну, чуть меньше получается, да. Так, всё, Мак ставит обратно. Вентиляцию проверили. В общем, утром новый сальник номер два. И можно стартовать. Всё, теперь точно всем пока. Подписываемся, делимся. Ждём субботу. Осталось недолго. 80 на 110. Сальник 80 на 110. Колёса хорошие. А что там с люфтами, Макс? Так, тут ещё не всё. Макс подул, и пошла водичка с эмульсией. Блин. Блин, вот это ты нырнул, блин, офигеть, просто столько набрал везде, где только можно. То есть, там, как масло вытекает, да? А как туда вода вытекала? С каким потоком? Да, вода, ты, конечно, набрала полный двигатель, и потом гоняла по нему всему. То есть, тут немножко... Она говорит, ну, нам секунд 20 мотор поработал где-то, и всё, блин. Я по видео смотрю, смотрю, 5 минут прошло, 6 минут прошло. Думаю, я себе секунд 20. Отвёртку обычную. Вот, ну, что я даже кручу. Скажи, секунд 20. Видео всё показало, сколько-то плавало. Да, плавало нормально. Да, ну, знаешь. Все на работе в машине.